Вы будете смеяться, но я действительно попробую опять начать. То есть опять начать сначала. Интересно, который раз уже? Четвертый или пятый? Все время начинать сначала, это немножко похоже на душевную болезнь. Значит, мы начали с того, но с другой стороны, я как-то вот в первых простых ходах обнаружил какую-то неудовлетворительность. Мы начали с того, что форма актуальна, а содержание или предмет становится. И это как бы задает общую мысль, общую ситуацию, которую можно назвать решительный идеализм. Потому что форма в силу актуальности, ставшести, она действительно прежде содержания. Мы такого с вами, в прошлый раз мы начинали как раз с развернутого сравнения с другими системами. Я напомню, мы такого с вами не обнаружили нигде. Потому что в любом случае, там, где всерьез говорится о форме, она, конечно, актуальна. Можно говорить, что она уже у самых древних греческих мыслителей, уже актуальна. Но содержание там, тем не менее, ну как сказать, содержание, можно сказать, что оно у Анаксагора потенциально. Вот выдвигается тезис, значит, форма актуальна, содержание становится в этой форме. Что у Анаксагора? У Анаксагора содержание без формы не явлено. Да, надо было, наверное, пять минут открыть полностью, а потом закрыть номер второй. В принципе, в нашем распоряжении пятая и шестая, но не сейчас забегать скучно. И с лампой не гремят. Это нормально, да? Как ни странно, какие-то аудитории заняты, но все-таки какие-то свободны. У Анаксагора содержание потенциально, в том смысле, что без формы оно не явлено. Оно находится в смешении всего со всем. Но оно при этом, ну как бы, есть. Находясь в смешении, оно не является определенным содержанием. Но оно есть. Можно это понимать так, что оно является потенциальным у Анаксагора. Является потенциальным кноциологическим. То есть не явлено субъекту как предмет. А просто есть. Можно понимать так. Поэтому форма, поскольку содержание... Поскольку содержание вот... Есть, но не есть определенное содержание. Ну вот такая как бы ситуация. Есть, но не есть определенное содержание. Даже не знаю, это обязательно кноциологически определенное. То есть смысл определенности здесь ничего... Кноциологический смысл, или можно его как-то начинуть на антологию. Но в любом случае содержание. Но в любом случае содержание есть, но не есть определенное содержание. Поэтому форма у Анаксагора является не только актуальной формой, но и является определенной формой. Формой определенности. Формой определенности. Поэтому воздействие формы на содержание заключается в том, что она содержанию дает не бытие... Бытие как бы есть по содержанию. А дает только и именно определенность. Но, кстати, мысль Анаксагора о смешении, она как бы и к этому подталкивает. Потому что смешение – это и есть неразделенность. И поэтому воздействие формы заключается в том, что кость кости, железо к железу, красное – к красному. Что получается? Получается из неявленного смешения появляется развлеченность. И это именно воздействие формы. То есть отделение. Одного он другой. Поэтому воздействие, активность формы, активность формы заключается в том, что она дает определенность и... Ну и всё. Даже если у Анаксагора форма актуальна... Можно так думать из некоторых отрывков. Там сложно. Как всегда. Нам не важно, Анаксагор или Анаксагор. У Аристотеля то же самое. Но у Аристотеля уже явно сказано. Всеми словами. Что форма актуальна, а материя потенциальна. Это можно считать, что есть уже у Анаксагора. Или Аристотель там всё-таки это добавляет от себя. Не суть. Даже если у Анаксагора это уже есть, то нет вдумывания в эту ситуацию, что сама по себе актуальность формы необходима и достаточно для построения философии. Для построения. Не нужно добавлять к этому, что форма ещё и определённа. Поэтому даже когда Аристотель говорит, что форма актуальна, а материя потенциальна, то Аристотель всё равно далее говорит, что форма вносит определённость. И значит ему недостаточно, ну это очевидно, что Аристотель недостаточно актуальности формы, дабы начать систему. Ему нужно, чтобы форма была актуальна, но мало того, она ещё должна быть и определённа. Как мы с вами знаем уже 25 лет, с моей давнишней подачи в религиозно-философской школе, круг делает красное не круглым, а круг делает красное красным. Этой мыслью, что круг делает красное красным, мы когда-то 25 лет назад действительно, видимо, исчерпали Аристотеля, исчерпали начало его системы. Действительно, круг делает, а круг – это что? Это форма. Круг – это нечто, что вносится идеально в этот самый хаос, в эту самую материю. Круг существует идеально, и через него красное делается красным, а без него красное не делается красным, то есть остаётся в смешении, в потенциале, в неразвлечённости со всем остальным. Значит, у Аристотеля, даже при том, что ясно сказано, что форма актуальна, а материя становится, то этого мало Аристотеля. Очевидно, мало. Ему нужно ещё, чтобы форма была определённостью. Именно к определённости относятся, по-видимому, надо так понимать, к определённости относятся это свойство актуальности, эта характеристика, этот статус, свойство – плохое слово, этот статус актуальности. Круг не становится кругом, а красное через круг становится красным. То есть, становление материи заключается в становлении определённости. И, соответственно, актуальность формы заключается в актуальности определения, в актуальной определённости. Потенциальность материи заключается в становлении определённости. А актуальность формы заключается в ставшести определённости. – У нас раньше пример был медный шар. – А, кстати, да. – Ну, шар так шар. – Он должен быть произведён. – Мог же за 25 лет забыть, да. – Что там, медный шар или красный шар, или красный круг. Наверное, можно покопаться ещё раз в Аристотеле и поточнее посмотреть, как соотносится ставшесть и определённость формы. И со своей стороны становление, и становление определённости. Ну, как бы и так понятно, по-видимому, что действительно становление и становление определённости, а ставшись и ставшись определение. То есть, то же самое определённость. То есть не той же самой определенности, потому что форма несет в себе шаровидность, а материя несет в себе медность, но вот как бы так. В чем отличие нашего тезиса? И мы также говорили с вами, что также точно и в феноменологии Гегеля тоже самое. Вот это, с одной стороны, форма указывания, но она обязательно указывает на некое содержание, на день, на ночь, которое уже есть, но привносится определенность бытия, и мы понимаем день как бытия, но, тем не менее, сам по себе день, как бы присутствует. То же самое у Канта и у Фихты. Потому что что у Канта и что у Фихты. Яснее у Фихты. У Фихты красная и вообще всякая определенность, я уже забыл, что именно у Фихты опять-таки. Но не иметь это точно. По-моему, какой-то цвет. Красная и цветная точка, да. Да, красная – это точка. Вот, и как точка, она не является красной. Но, тем не менее, оно красное. Тем не менее, оно красное. Оно есть как красное. Или становится красное. Или через получение определенности. Ну, вот у Фихты нет темы становления. Вот нет у Канта и Фихты темы становления, между прочим. Ставшести и становления – это куда-то там вот… Ну, все же, у Канта и Фихты красное, красное, благодаря форме круга, становится кругом. У Канта и Фихты. А главность – оно же граждане. Нет, но красным оно было изначально. У тебя есть некоторые данные качества, он говорит Фихты. Ограниченность чувства. Есть ограниченные чувства. То есть определенность есть помимо формы? Да, помимо пространственной формы, есть просто она, это определенность, грубо говоря, из возможной, ну, в точке же краснота дана как возможность, она выводит действительность. То есть краснота есть, но эта краснота становится круглой, а не красной. Причем в отличие от Аристотеля. Может, получится, что это краснота, то есть свойства вещи сами по себе. Ну, хоть что-то в этом будет, да. Ну, это же плохо. Ну, ничего плохого. Ну, идеализма Канта сказал, что мы же не можем разные вещи, как они сами себя. Ничего. То есть сто раз они будут это оговариваться. Фихты говорит, что точка не может быть красной. Канк говорит, что вещей самих по себе и вещей самих себе, они нам недоступны, то есть их и быть не может. Они будут сто раз оговариваться, но в том числе ход будет именно такой. Красная становится круглой. Ну, почему же? Мне кажется, что если они... А хорошее такое пространство? Ну, да, да. В том месте у Фихты, конечно, только пространственное. Почему же? Мне кажется, что смысл этих стократных оговорок в том, что форма, то есть существующая в виде точки или существующая, как в себе бытие. Да, ведь возможность созерцать форму как таковую, то есть круглотую, круглотую, ту самую шарообразность или что-либо еще, она автоматически делает возможность логическое мышление красноты самой по себе. Есть краснота сама по себе, которая из некоторой невозможности, то есть полизогреваемости, выводится в действительность благодаря форме. Но она не становится от этого красной, она его не затрагивает, становится красный шар. И только. Есть медность, и эта медность становится медностью. То есть шар становится медным, ну, точнее, медь принимает форму шара, но отсюда не появляется медь. В отличие от Аристотеля, казалось бы. Вот Кант и Фихта, они вот именно таковы. В отличие от Аристотеля. Я не очень понял. Блаз вы поняли? Ну, Игорь имеет в виду, что вроде бы как у Аристотеля медь становится медью благодаря форме. Да. А у Канта вроде как и предположено, что какая-то есть медь, там же как-то неоформленная, и краснота неоформленная. Да. Какие вещи? Это что же самое? Вещи не беды. Это нет, нет, конечно. Медь неоформленная не есть медь, или все-таки есть медь. Ну, вот предполагается, что есть медь вне формы. Форма, она есть как такова. Есть. Ну, те самые вещи и в себе какие-то. Ну, у Аристотеля тоже. Ну, вот этот замечательный физический мир, когда у нас что-то имеет форму, а кроме того, мы ему присписываем этой форме заряд, массу, рептонный заряд, барионный заряд, каких только они покупаются. То есть, они адресуются к всей форме, но они как бы, в этом известны, как его можно назвать, расслоением пространства можно назвать. Но они к нему еще дополнительно прикрепляются, ну, как яглочки. Вот представляете, вот есть круглый шар, а к нему бабочку прикололи. Вот эта бабочка, она может быть приколотой в ней, а не только к шару. Мы можем мыслить бабочку самой по себе. Физики только этим и занимаются. И КАНС, вроде бы с ВИХТой, этим и занимаются. Как еще раз в физике я пытаюсь... Расслоение пространства возникает. Вот у нас есть пространство, и, допустим... Я не говорю, что есть некие математические свойства, которые придают физическим объектам. Ну да. Как сами физические объекты не обнаружить, но математические... И физические свойства. Например, заряд. Вот у этой точки есть заряд. Лептонный заряд, ты говоришь, это же не физический заряд. Физический лептонный заряд, но... Заряд, который есть у лептонов. Но неважно. То есть заряд или масса. Ну, непонятно. Ну, можно сказать, да. Если у нас отрезок... Ну, спин, допустим, тоже? Да. Физический или математический? Ну, физический, конечно. Вот. Это вот какая-то эта самая штука. Она может быть большой масса, она может быть равноточка, но в этой точке, мы будем говорить, у нее есть зарядку. Он отличный от нуля, и он вообще есть. В этой точке, как говорим мы, есть масса М. Она точка, но она имеет массу. Вся механика стоит на этом, что... Ну, вот вся классическая механика стоит, что... Мы изучаем какой-то точный заряд, он там про траекторию идет по баллистическому кручу. Он имеет массу в этой точке, он имеет заряд в этой точке, и еще много всего полезного имеет. Собственно, например, собственный момент импульса. Вот. Все вот это имеет. И вот такая картинка имеет право на существование, пока не вся физика на ней стоит. Но что здесь оказывается? Оказывается, помимо красноты, мы вот этой самой точке приписываем большое количество свойств, которые мы различаем как таковые. Этот заряд, хоть он и в точке, но он может быть положительным и отрицательным. Он может быть большим и маленьким. И так далее. Что сделает здесь точка? Она берет вот этот объект и распространяет его. И как раз физика основана на том, что свойства, вот эти фундаментальные свойства физические, от пространства не зависят. Понимаете? То есть мы можем двигать, расширять, что-либо еще, но оно оказывается инвариантным. Этот заряд как был таким, таким он остался. А как масса была, такой он остался. Мы можем передвигать, передавать ему другую форму. И физики доказывают, что из этого следуют фундаментальные законы, вот из этой инвариантности. Следуют фундаментальные законы мироздания. Такие, как закон сохранения импульса, моменты импульса и закон сохранения энергии. Это означает, что у нас что-то в системе происходит, но мы можем относительно времени его двигать зад-вперед, сдвигать, шевелить его как-то. Время само по себе, абсолютно время ньютона, оно само по себе, а все, что с ним происходит, оно само по себе. Пространство само по себе, а то, что происходит в системе, само по себе. В этом смысле, это называется закон о сохранении импульса. приводит. А если мы его еще поворачивать будем, как захотим это пространство, вот этот самый шаг, мы же можем вращать этот шаг? И оно от того, что у нас там происходит, реальная физика, от него никак не зависит. Это называется закон сохранения момента импульса. И в нем уже три координаты. Вот мы уже имеем целых семь законов сохранения импульса, момента импульса и энергии. То есть независимо от изменения пространства и вето? Да, абсолютно независимо. Вот на этом стоит вся физика. Абсолютно. Потом выяснилось, что оно как-то зависит, мы же еще скорости можем двигать. Скорости. Что же они имеют отношение к пространству? И вдруг выяснилось, что изменения происходят от скоростей не таким способом, как он думал Ньютон. И появилось пространство времени Менковского. То есть Ненштейнская теория. Понимаете, да? То есть вот это таковое. А вот эти трансляции относительно сдвига в пространство, сдвига в времени они остались одни и те же. Но я хочу сказать, что у нас оказывается, что мир расслоен. То есть в каждой точке пространства и временные у нас приступлено как угодно много скаляров. Вот эти штуки, они скаляры. Почему? Потому что они не зависят от системы отчета. От шаров и всего прочего. И вот это дает нам намеку на то, что вот эта первоначальная интуиция Канта и Фихта, она верна. То есть именно точка, она распространяется по сфере. И форма шара дает ей круглоту, но не влияет на нее качество как такового. Как в физике не влияет вот эта круглота на заряд. Но не влияет она. И на массу не влияет. Есть понятие точная масса. Точный заряд. Точный заряд, точная масса, согласитесь, да? Это то, что свойства есть, а вот этой самой формы пространства нет. Не за этим стать мощная традиция физическая, оправданная. То есть оправданная и подтвержденная экспериментально. То есть как раз получается, что антология, она основана реально на антологии Декарта, то есть вот эта антология Канта и Фихта, она для современной физики приемлема. То есть по большому счету Канта и Фихта высказывали некоторые свойства физической картины мира. Именно то, что понятие точного заряда, точной красноты и точной массы. Потому что в физике это круглойный кольный камень. Вы сами говорите, что стократно оговаривалось и Кантом, и Фихта, что эта краснота в качестве точки как бы и есть и нет. И Кант сто раз тоже действительно говорил, что себе предмет как бы... Как бы есть и нет. Да, как бы есть и нет. Тем не менее, и тем не менее. А физика у физики он однозначно и есть. И тем не менее, у нас оказывается эта штука как бы... Они различны антологически. Одним образом краснота, она различна антологически. И пространство. То есть они стоят и между собой не смешиваются. Пространство – это одно, а краснота – это другого. Они между собой пересекаются, но надлого влияют. Аристаллик говорит противоположную вещь, что форма шара делает медьменью. То есть она не просто так делается. Она неоднозначно... Как бы она преобразует вот эту самую медь. То есть она его делает медьменью. В буквальном смысле. Но не в буквальном. Ведь тоже речь идет о том, что она делает ее из ничего. В буквальном смысле из ничего. Но она из ничего. Но тем не менее, нельзя сказать, что форма шара не влияет на что-то на смене. А в африктианском, кантынянском, как мне кажется, можно сказать, что форма шара на что-то на смене не влияет. Да, она ее распространяет. Да, то, что пряталась в точке, распространяется по поверхности. Но это не означает, что ее не... что они между собой как-то смешаны. Они разделены аналогически. Что нельзя сказать про истокию ни в коем случае. Просто в твоей интерпретации тогда теряются наши позиции. Потому что получается, что два начала. Одно начала. Да, конечно. Точечная материальность? Совершенно точно. Да, конкат дуалист, да. Конкат дуалист. Правда. Как Юдикард, который об этом учил. Дуалист. Нефиг ты дуалист. Они служат цискать на бедрозомы. А дуалист официально признанный истокий оказывается наоборот дуалистом. Нет, есть подозрение, что истокий тоже дуалист. Просто действительно надо внимательно изучить, как у него. Как ты говоришь, что форма делает медик. То есть медность, собственно, медик придает. И она все-таки точно так же, как у танка и фильтра. Что есть некая медность. То есть она потенциальная, но она есть. Да, есть некая скалярная лична, типа массовой температуры. Да, медность точка-то есть. Прописанная к точке. А потом форма делает неактуальная. То есть у газа в точке есть. Точка какая-то, температура. Там 15 градусов. Потом хоп, форма, приходит и говорит, это 15 градусов за окном. То есть на улице. Но 15 градусов были те же самые, что на термометре. Их ничего не образовалось. Вот этот скаляр был. Мы просто взяли его и на всю улицу распространили. Вот так. Аристольевская позиция была бы. Нету распространения, нету этого скаляра. То есть ариктургия не знает скаляра физического. Ну я так хочу хорошо думать об Истоке. Просто сложно так. Вот эта позиция, когда у тебя есть тюрьмой. Творческая форма. Да, творческая форма. Вот эта самая точка, температурная точка, которую мы, опа, и на всю улицу сделали. Мы взяли там, померили на поверхности по издражающей способности точку, там температура. А шар большой, и он весь горячий и раскаленный. И мы по всему шару говорим, что вот эта температура принадлежит всему шару. Вот эта температура этой точки не задействовала никак. И так далее. Температура не очень свойственная, потому что температура сейчас специфическая. Нет, температура хороший пример скаляра. Как заряды, потому что все понимают. Ну, масса-то можно спорить. А как эта у вас точная масса может существовать? Такой же природы не бывает. Ну да, скажут физики, такого не бывает. Но это абсакция хорошо работает. А с температурой-то как? Просто вон за термоментом, а мы бац, пришли. Плюс температура и краснота, это не однопонятные вещи. Ну вот я понимаю красноту, как температуру. Как скаляр. Ну, как масса, как заряд. Ну, что такие свойства существуют? И пытаясь приписать такую позицию Кантус Фикта. Здесь ведь что задаёт саму ситуацию? Ситуацию задаёт не только слово потенциальное. Потому что, как я понимаю, у нас пока разговор шёл о понятии потенциальное. Получалось, что Аристотеля потенциальное. Это нечто, так сказать, ну, почти несуществующее. Да. Но как бы и нет. Потому что что же он такой потенциальный? А у Фикта, хотя тоже, казалось бы, и у Канта, тоже, казалось бы, в себе мир, но в каком смысле он существует? Или в точке, но если она точка, если она в принципе не пространственная, то в каком смысле она существует? Вот и что там вообще в этой точке существует? Там красная, синяя, ну что? Ну, с локомой скаляр. Да, но как бы вот мы, тем не менее, можем понимать, что поскольку это не ничто, а всё-таки потенциальное что-то, то это можно... То есть понятие потенциальное, вот вы хотите думать хорошо об Аристотеле и физически о Канте. Вот. Но на самом деле, ведь проблема задаётся отношением, да, потенциального и актуального. Понятие потенциальное само по себе или действительно решено смыслом? Можем бы так понять, как ничто или как что-то. Как я интерпретирую Канта и Фильдта, получается, тут и о потенциальности не стоит говорить. Ну да, он распространяет его по точке, иначе он её видеть не может, но это не означает, что свойства как такового не существует. Не зря же Фильдт использует тот замечательный термин как ограничение внешнего чувства. Краснота, он говорит, это ограничение внешнего чувства. Шмяк и всё. Ну вот, например, стол горячий. Я губу погиб, вот оно и окончено. Про теоретическую предыдущему своему мнению. Потому что ограничение внешнего чувства, это означает, что краснота возникает в момент этого ограничения. То есть её как-то... Да, но ограничение-то не пространство. Конечно. Не важно, просто её не было. Как бы она, как говорили, формируется, возникает в момент ограничения. То есть у тебя была позиция, что что-то есть, а потом растягивается по пространству. Теперь поводится к другому, что что-то ограничивается, и возникает краснота. Ну, нет, я бы тут согласился. Формулировка ограничивает, означает, что красное действительно как бы есть. То есть способность воспринимать, то есть создавать пространство. Что такое способность воспринимать? Создавать пространство. Оно утыкается, как стену в красную. Вот пока мы это красное растягиваем сюда, сюда, мы никуда не утыкаемся. Мы находимся в ситуации свободы способности восприятия. Или просто в ситуации способности восприятия. А то, что мы оцениваем красное, это действительно ограничение нашей способности восприятия, причём ограничение вот такое, как в теклу бум. Утыкаемся. То есть мы с вами, на самом деле, если интересно, на самом деле, как сравнить с физикой, но я здесь, как всегда, не очень далёк в своих рассуждениях. То есть не от физики далёк, а вообще не очень далёк. Соотнести актуальность и потенциальность. Форма. Видите, получается, что физике всё равно. Ну, действительно, всё равно. То есть, наверное, вы действительно правы про физикой Канта. В физике нет этой разницы потенциальности актуальность. Есть просто некая ситуация в точке. Ничего там не становится, короче говоря. Как мы не крутим пространство, как мы не пространство создаём или уничтожаем. В самой ситуации становление чего бы то ни было. Да, конечно. Ну, она есть, но... Хоть заряд, а хоть... По-другому. По-другому. Это ещё более сложная абстанция, которая, к нашему, по-говорительному, к сожалению, не бывает. В физике есть действительно становление такое, но оно по-другому выглядит. Ну, может быть, мы как-нибудь действительно посмотрим и на это. Вот. Ну, не зря же есть понятие потенциальной энергии. Думаете, не зря? Да, я думаю, что это так. Ну, не зря. То есть, сидим, шарик висит здесь, висит, 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 висит. А у физики говорят, фиг там, он не просто так висит. Он ещё обладает потенциальной энергией. Вот мы его сейчас отпустим, и она переградает в кинетическую. Ну, я говорю, для меня это игра швов. Как просто натянутая резинка. Да, да. Ну, чисто физически. В каком смысле написать? Позвучать. Физически. Просто разные состояния актуального. Натянутая, отпущенная. Так вот, если ограничиться рамками философии, то можно было бы, наверное, повнимательнее сравнить вот это требование актуальности у Аристотеля. и требование определённости. В результате это не различено, как я уже сказал. Это достаточно очевидно. Форма актуальна в том смысле, что она даёт актуальную, ставшую, готовую определённость. Круга там, квадрата. Только в этом смысле у Аристотеля форма и актуальна. Само понятие актуальности вне определённости формы Аристотеля не рассматриваются. Актуально, как множество актуальных форм. Всё. Они в самом деле, эти формы в самом деле идеальны. С этим можно согласиться. То есть круг, он, если красное, нельзя себе представить как идею. Это наш очень старый спор с Постоловой. Она, по-моему, говорила об этом как-то уже, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году, то ли один, то ли два раза. Не важно. То есть важно, но... По слову, действительно убеждена, что у Платона брёвно, бревно – это тоже идея, которая делает реальнее брёвно брёвно. Я, опираясь на, наизусть выученного, диалогу Пальменид, говорит, что там Аристотель Платон. Платон говорит только о больше-меньше. А что касается качеств, то они никак не могут иметь идеальный вид. И действительно, вне всяких там параллелей исторических, качество в самом деле не имеет идеального вида. Красное может быть только образ. Только образ. Красное, как идея, по-видимому, не проходит. Не проходит и всё. А вот круг – наоборот. Круг как образ. Не, он тоже проходит, конечно, круг как образ. Но он будет каким-то определённым кругом. Понятно, что есть другие круги. Круги. Которые тоже круги. Понятно, что это пример круга. Когда мы идеально представляем круг, нам понятно, что это и пример круга. Круг может быть больше, меньше. Ну, наверное, и всё, что он может. Но неважно. Понятно, что это пример круга. А красное не может быть примером красного. Она образ. Поэтому действительно только форма обладает достоинством идеальности. Или может быть идеальным. Статусом идеальности. А не так называемое содержание. То есть качество. Чих-то интересно тоже говорит о качествах. Я недавно перечитывал. Он действительно возвращается к Наксагору. То есть так ясно прямо и говорит. Что вот качество? Красное, кость. И пространство с ними что-то делает. А так они вроде как и в виде точки. Но точка у хитты, может быть, надо посмотреть текст. Может быть, только пример. То есть не пример, а метафора. Как бы точка. А может быть и нет. Мы боимся, что надо смотреть немецкий. На ней наш перевод. На что я решить-то не способен. Если как бы точка, то тогда он, скорее всего, говорит действительно о потенциальности. Если точка, то тоже, может быть, говорит о потенциальности. Не будем смотреть немецкий. Так вот, значит, только определённость формы может, по Аристотелю, только определённость формы, только в качестве определённой формы, является актуальной. Никакого другого способа существования формы вне её определённости, вне её готовой, ставшей актуальной определённости, Аристотелем не мыслится. Мы же начинаем с куда более простой ситуации. Мы говорим, что форма актуальна, и всё, и заткнулись, замолчали, притихли. Об определённости мы не говорим. Форма актуальна, содержание потенциально. Форма преобладает над содержанием, над предметом, в силу того, что она актуальна. Аристотель бы сказал, в силу того, что она есть актуальная определённость. Так бы сказал Аристотель. Мы же говорим, что форма первична, первее, первая, потому, в силу того, что она по определению актуальная, готовая, ставшая. А содержание становится в этой форме. Чем становится? Становится содержание. Так мы начинаем. Не круглым, а содержание. И не красным, потому что нет совсем, ну, совсем по-другому всё. Что у Аксагора, что у Фихта, качество. Там. Там качество. Все. В какой степени потенциально, в каком смысле потенциально, это вот другой разговор, который действительно можно вести. Не без смысла. Но качество. Потому что они уже есть. У нас же об этом, как бы, и речи быть не может. Чтобы там были какие-то качества. Потенциально, в небыти, там, в быти. А содержание становится, форма актуальная, содержание становится в этой форме. Вот начало, которое, как я, с чего я начал, сегодня даёт идеализм. То есть, содержание, как содержание, вторичное. Просто потому, что оно потенциально. Но, с другой стороны, без него нельзя. Но, с другой стороны, без него нельзя. Потому что актуальное, потенциальное, как бы, да. Ну, что ж. Они действительно парой ходят. То есть, не совсем вторично получается. Ну, это, наверное, с вами, да, старый разговор. Не, ну, почему не совсем вторично? Оно обязательно, как причина и следствие. Совсем вторично было бы, если форма была бы, возможно, как чистая форма. Когда бы содержание, как бы, сбоку приходило, и уже, в общем-то, было бы вторично. Да, разумеется. Разумеется. Мы находимся в ситуации актуальности и становления. То есть, разумеется, никакая актуальность, в которой ничего не становится, не является актуальностью. Только пара. Говорить о чем-то, что оно актуально, если нет потенциального, становящегося в отношении этой актуальности, ну, бессмысленно. Это слово актуальность мы просто отбрасываем и говорим просто. Есть форма. Пустая форма. Слово актуальность, готовность, ставшись, мы убираем, оно лишено смысла. Оно, естественно, не может быть становящимся, оно не может быть и ставшим. Нет смысла в этом звуке. И отсюда у нас получился первый шаг. Значит, общая картина именно такова. Ну, вот когда мы год назад, в сентябре прошлого года, я говорю, что мы тогда впервые решили сравнить, в самом деле, всерьез сравнить, почему-то мы раньше этого не делали. Очень неспешно все получается. Не проводили развернутого сравнения. В прошлом сентябре мы это сравнение вот так вот провели, как я сейчас сказал, примерно так. Мы это сравнение провели. То есть во всех системах, даже в гигетерской феноменологии, есть элемент дуализма. И поскольку Аристотель говорит о том, что форма актуальна в качестве именно формы, ну да, в качестве вида, шара или куба, то он, разумеется, предполагает, что содержание... Ну, вот тут надо подумать, наверное, немножко. То есть я тоже полагаю, что получается идеализм. То есть дуализм. То есть становится, но становится то, что так или иначе присутствует. Ну, вроде, всегда считается, что дуализм – это плохо для философии. В общем, проблему разрывает потом как бы там философию. Все проблемы там субъективизмом, вегетилизмом, они же отсюда возникли. Ну, вот... Субъективизм, за что к вам верили? У меня нету или не знал? Ну, я в прошлый раз брал только системы, где вот есть это отношение актуальности и потенциальности. Получился действительно Анапсагор, Аристотель, Кант и Фихта. С ними я и сравнил. Еще я взял феноменологию Гегеля, хотя там нет темы актуальности и потенциальности, решительно нет. Но показалось, что там вот тоже как бы предмет присутствует в феноменологии. А то она и феноменология. Предмет присутствует. Я собирался, по-моему, мы даже проговаривали это, посмотреть других философов на этот предмет. Но так я этого не сделал, боюсь, что вы тоже. Не проанализировал, хотя общий разговор о преодолении дуализма, конечно, вряд ли надо ограничивать системами, которые пользуются терминами актуальности и потенциальности. не говорить о дуализме вообще. Но, как бы, и наши разговоры имели право на существование, потому что если мы начинаем с актуальности и потенциальности, то важно зафиксировать, что все системы, которые также начинались, были дуалистические. Так или иначе, у нашего разговора действительно смешение и все есть. И потенциальность у Аристотеля тоже, поскольку, еще раз скажу, форма предполагает актуальность не просто формы, а актуальность определенности этой формы, и смысл актуальности именно в наличии определенности, шаровидности или кубовости, то это тоже очень сильно похоже на дуализм. Вот это сам по себе такой завершенный вывод, к которому мы пришли год назад. Мы тоже начинаем с актуальности и потенциальности, но так, что форма действительно предшествует содержанию, и содержание делается содержанием только в актуальной форме. предмет делается предметом, еще раз, не красным, не медным, а просто содержанием. Делается содержанием в актуальной, ставшей, готовой форме. Значит, за содержание, за формой остается само бытие, просто бытие, форма есть. Первое, что мы знаем о форме, это то, что форма есть. И первое, что мы знаем о содержании, что оно становится. и всё, не красным и не медным. Форма есть, а содержание становится. Мы при этом даже не знаем о форме, что она форма, то есть, что она актуальна, что она, а мы знаем только, что она есть. Просто есть. А предмет становится. Этого достаточно, чтобы когда-то мы даже сформулировали так красиво. Быть, значит, быть формой. А у Канта эффекта всё-таки форма пространственная. А у нас как будет форма не только пространственная, или всё-таки пространственная? То есть, вот эти все примеры шага, опыта, что пространственные примеры? Это примеры пространственные, да. А у нас форма просто есть. То есть, чисто логическое определение. Форма знает о себе, только то, что она существует. Здесь знать себя и быть совпадает. Знать себя и быть, форма знает себя. И существует. Это одно и то же. Или иначе, форма о себе знает только то, что она есть. Это и значит совпадение знания и бытия. Самосознание там и бытия. А о форме, а о предмете сознание или мы знаем только то, что предмет становится. То есть, форма отличает себя? Или просто форма знает, что она есть? Как факт возникает становление? То, что получается, что знает предмет, знает форму как-то. Форма, наверное, только держится бытия некого, а в результате этого возникает некое становление. Потому что, если что-то есть, все остальное становится. Ну, здесь порядок, видимо, важен. Когда форма знает о себе, что она есть, она тем самым знает о содержании то, что содержание становится. Как следствие. Как следствие. Для самой формы, для самого самосознания. Если я о себе знаю только то, что я есть, то о своем предмете я знаю только то, что он становится. Причем становится как предмет. И все. Не какой-то. Просто как предмет. Это чисто логическое определение. Дальнейшее движение заключается в том, что форма как-то знает, изменяет свое знание о себе, усложняет свое знание о себе, как бы иначе вряд ли. То есть, вполне естественно, что не просто что-то еще знает, а усложняет знание о себе. И тем самым меняет свое знание о предмете. Знаете, еще раз, если я о себе знаю, что я есть, то о своем предмете я знаю только то, что он становится. Как предмет. или просто становится. Как форма действует? Здесь вот наш метод. Метод движения. Значит, до сих пор это постулат некий. О форме мы говорим только о том, что она есть, о содержании только то, что или о предмете только то, что он становится. И это как бы останется навсегда, это постулат. Мы должны поддерживать за того, что форма, что бы с ней не случалось, она всегда есть. А что бы не случалось с предметом, она всегда становится. Вследствие в этой форме. Неоднозначно, что возникнет различие мыслящая форма и чувства. И получишь, что чувственная форма становится относительно мыслящей. но возникнет. Вот я и говорю, что поэтому не всегда, не всегда так. Наверное, да. Надо постараться. удержаться. Пошел бы именно постулат. То есть, чего мы начинаем. Хотя фиг его знает. Может быть, и почему, собственно. Мы так начинаем, а к чему это приведет? Может быть, мы уже этот постулат где-нибудь и не узнаем. Хотя, ну не знаю, хорошо бы все-таки удержаться. Значит, метод движения. За постулатом следует метод движения. Метод движения заключается в том, что форма в самой себе обнаруживает или в своем отношении к содержанию, наверное, правильно так сказать, форма в своем отношении к содержанию обнаруживает некоторые моменты или аспекты. То есть, форма, рефлектируя, рефлектируя, сознавая себя, обнаруживает в своем отношении к содержанию некоторые аспекты и моменты. Какой это развлечения надо сделать? Это развлечение заключается в том, что поскольку форма есть, а содержание становится, то форма раньше содержания. это логично. Но понимаем мы это только со второго шага, как бы мысль такая. Может, конечно, и с первого шага так начать, но как-то у меня так получается, что со второго шага. если предпослонность тоже логически не во времени иметь слово раньше. Конечно, все только логически. Никакого времени. До поры до времени, а времени мы и о паре говорить не можем. Форма в силу того, что она есть, она раньше, прежде содержания. предпослана. Предпослана содержание. Является причиной становления содержания, а без него не может. Но с другой стороны, то есть она является причиной, почему содержание становится. причиной становления содержания. Причиной становления содержания. Но по мере того, как содержание делается содержание, по мере того, как содержание делается содержанием, содержание поглощает собой форму. И форма уже не ну, не существует. То есть в ставшем, да, формы как бы не видно? В ставшем содержании формы не видно. Но сама идея становления предполагает, что форма переходит из возможности в действительность. А содержание переходит из возможности в действительность. И в этом смысл становления. Содержание переходит из возможности в действительность. Но поскольку содержание достигает действительности, форма исчезает. Растворяется в содержании. То есть, форма как бы создает, является условием того, что содержание становится, но смысл становления в том, что содержание делается содержанием, то есть, приобретает бытие. То есть, становление как бы бывает только к бытию, но по мере того, как в силу формы содержание становится к бытию, но по мере того, как содержание обретает бытие, мы теряем форму, а вместе с ней теряем и содержание. То есть, получается, что в этом тезисе, когда я сознаю себя формой, я тем самым… А когда я сознаю себя бытием, сознаю, что я есть, я тем самым сознаю содержание становящимся, в этой интуиции есть два аспекта. Один аспект – я раньше содержания, и этот аспект можно мыслить. Я причина содержания, я раньше. Я есть, а содержание нет. То есть, я уже есть, а содержание ещё нет. Этот аспект можно мыслить. Но есть и второй аспект. Когда содержание обретает бытие, я как форма исчезаю, вместе со мной исчезает содержание. Оба аспекта есть в первой интуиции, но второй аспект – мыслить нельзя. Как нечто самостоятельное. Здесь важно понять, что как аспект он мыслим. То есть, не так дело обстоит, что когда я мыслю этот аспект, то я уже вообще ничего не мыслю. Это значило бы, что я не могу мыслить аспект. Мы же мыслим сейчас, поэтому… Да, мы его мыслим как аспект. Значит, он мыслим вот так, он говорит. Да, он как аспект мыслим. Но как новый самостоятельный опыт сознания, он невозможен. Значит, из двух аспектов, которые мы вроде как обнаружили в первой нашей интуиции исходной, я, етя, содержание становится. В этой первой интуиции я нашел два аспекта. Как аспекты они мыслимы, но как самостоятельный опыт мыслим только один – я прежде. Я прежде, я раньше, я уже есть, а содержание ещё нет. Я уже есть, а содержание ещё нет. Что это означает? Это значит, я обнаруживаю себя действительно как причину. Ибо причина и есть то самое. Я всегда прежде. И всегда это сознаю. Я прежде. Я не просто есть. А я всегда прежде. Вот оно становится, 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 а я всегда прежде. То есть получается, что форма сохраняет своё бытие, форма сохраняет своё бытие только в качестве причины. А иначе оно как бы есть и нет. Когда форма просто есть, она и есть, и нет. У неё есть два аспекта. Но когда форма – причина, она, форма уже всегда есть. Форма сохраняет своё бытие. Форма всегда есть только тогда, когда она знает себя причиной. А содержание становится в форме, в этой причине. И так, значит, во втором шаге форма сознаёт себя. Не просто бытием, сознаёт себя формой. Сознаёт себя причиной. Сознаёт себя актуальной. Не просто есть Просто знание, что она есть А значит, что она актуальна А быть актуальной Или быть причиной, быть формой Это синоним Смысл причинения Смысл причинения формы Или причинение формой Содержания заключается именно в том Что форма актуальна Зная себя актуально Это значит, что он знает себя причиной Это одно и то же Причинение формы и содержания заключается только, 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 еще раз только в том, что форма актуальна. И это действительно нас отрезает от всех традиций в истории философии. А почему тогда актуальность и причинение? То есть смысл-то все-таки какой-то разный? Нет. Слова разные, а смысл один. Сказать причинение, потому что слово причинение нагружено, но Аристотель, оно тоже нагружено. Просто есть пара, это актуальность, потенциальность и причинение, и быть, так сказать, результатом причинения. То есть причина, следствие. Здесь быть причиной значит быть актуальной. Характер и смысл причинения просто в том, что форма актуальна. Может быть, в данном случае совпадает? То есть в нашем построении? Да. В нашем построении совпадает. И другого понимания причинности, я думаю, мы и не обнаружим. То есть мы поправляем смысл причины. Что теперь быть причиной значит быть круглой. Ну, это четыре причины. Ну, да. Одна как форма, а там одна. Да, которая действует. Да, если это одна как цель. Да, Бог с ним с этим поди разберись. Боюсь, что это просто... Он перечисляет все слова употребления. Там у него тоже такое бывает. Он перечисляет? Да, да, да. Так, в тексте этого нет. Он просто говорит, есть четыре причины. Но вообще-то он обычно говорит, что употребляется в таких-то, таких-то значениях. И да, поехал. Какой дурак, чего не сказал. Он все... Все перечисляет. В каких значениях употребляется. Хотя он не думает, что это дурак. Ну, отнюдь, конечно. Он полагает, что всякое употребление оправдано. И он прав, я думаю. Но так вот, серьезно, это физически. Для него быть причиной значит нести какую-то определенность. Какую-то определенность. Либо шаровидность. Либо кубовидность. Быть причиной. А для нас с вами быть причиной значит просто быть актуальным. И когда форма сознает себя этой самой причиной, в смысле актуальности и только в этом смысле, то мы понимаем, что для такого рода формы, то есть для так понимаемой себя формы, для так понимаемой себя формы, содержание превращается не просто в нечто становящееся, а становящееся одно. Ибо смысл причинения еще раз в том, что она актуальна, равна себе, как ей может быть содержание в такой форме, в так понимающей себя форме, только становящееся как нечто одно. Чего раньше не было. Так что мы говорили, содержание становится как содержание. Предмет становится предметом. Содержание становится содержанием. Все. Теперь мы говорим, содержание становится одним. Одним. Чем-то одним. В актуальной форме, в знающей себя в качестве актуальной форме, содержание уже не просто становится, а становится как одно. Как нечто одно. Потому что форма отождеств на себе. Нет? Да. Потому что и характер причинения заключается еще раз в том, что форма отождеств на себе. И только в этом. И поэтому одно. И поэтому одно. Потому что одно и то же было. Да. Форма является причиной. Причиной в том смысле, что она ставшая, равная себе. Да, да, да. И в таком случае то, что является результатом этой причины, конечно же, одно. Одно. То есть мы уточняем понятие становящегося тем способом, что начинаем соображать, что перед нами не просто становящееся, а становящееся одно. И это одно, конечно, совсем не то же самое, что одно, но кого бы то ни было. Хотя потому, что оно становящееся. Потому что вода, конечно, не становящееся. Я уж не говорю про одно неоплатоников там. Ну, оно вообще число. Да. Здесь становящееся одно. Вот так. Становящееся одно. Но это вот на самом деле то, что мы уже проговаривали. И в чём я не вижу большой ошибки. Очевидной ошибки. А вот дальше что-то я там нагородил, когда я снова уже причину, уже форму как причину стал анализировать, я понял, что я нагородил каких-то ошибок. И со следующего раза мы уже повнимательнее посмотрим, постараемся поправить ситуацию. Ну, может, всё правдоподобно было? Ну, так я что, тут тоже не... Мы не заметили. Я тоже не погулять вышел. Вроде бы тоже всё было хорошо. Но теперь у меня что-то получилось совсем пока это... В общем, существенные ошибки получились. Мы на них посмотрим. Уже в следующий раз. Ну что, через пятницу, да? Ну да, через пятницу. Я могу каждую пятницу. Игорь Зайцев может через пятницу. Такова ситуация.